Канализационные очистные сооружения начали реконструировать с 2020 года. В реконструкцию попали все объекты третьей очереди, которая была введена в эксплуатацию в 1998 году. Строительные работы проводились в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Первый этап строительства закончили в декабре 2023 года. На таких сооружениях, как анаэробные резервуары и аэротенки, внедрены новые технологии, которые недавно стали применять в стране. Новое строительство – это были новые песколовки. Были ранее круглые горизонтальные песколовки. Сейчас песколовки прямоточные, с аэрротенкой системой. Под реконструкцию попали то, что мы видим сзади меня. Это анаэробные резервуары, аэротенки. Полностью обновлены все системы технологические. Во вторичных отстойниках обновлено. Построены новые здания. Это здания доочистки. Новые здания ультрафиолетового обеззараживания. Поставлены новые оборудования на механическую очистку. И заменены все насосы в технологическом процессе, который участвует. Уходя в канализацию, вода попадает в канализационную сеть. Поступает на канализационно-насосные станции. И в напорном режиме перекачивается на канализационно-очистные сооружения. Далее вода проходит механическую очистку от групп их отбросов и песка. На следующем этапе вода проходит биологическую очистку через анаэробные резервуары, аэротенки и вторичные радиальные отстойники. Потом идет доочистка воды, которую в нашей области применяют только в Сарове. Также идет ультрафиолетовое обеззараживание. В чем особенность этого проекта? Отказ от реагентов с содержанием хлора. То есть на данный момент в речку сбраться вода без остаточного содержания хлора, чем очень хорошо для экологической экосистемы водоема, для его развития. После обеззараживания при помощи ультрафиолета вода поступает в речку. Все химические средства и тяжелые металлы из воды очищают с помощью большого количества активного ила. На предприятии постоянно проводят технологический и экологический контроль воды на выходе. Раз в декаду идет полный химбак-анализ, то есть химические вещества и бактериологическое загрязнение. Сейчас проходит инвентаризация стоков. Это мы готовимся к получению комплексно-экологического разрешения. То есть еще дополнительно раз в месяц эти анализы дублируются в лаборатории Нижнего Новгорода. Плюс у нас часть анализов делает Роспотребнадзор Арзамаса. То есть фактически контроль идет очень жесткий. Тем более в рамках оздоровления Волга мы контролируем этот процесс. В последние несколько дней соровчане жаловались на качество холодной воды в нескольких районах города. Горводоканал поясняет, резкое замутнение связано с тем, что на треть увеличилось потребление воды населением. Скорость воды в трубах растет и в результате взвешенные частицы со стенок труб попадают в систему водоснабжения. При этом количество стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения, не увеличилось. И вся дополнительно подаваемая вода используется только на поливы газонов, садов, наполнении бассейнов. Также директор МУП Горводоканал отмечает, что за последние 10 лет объемы загрязнений, которые люди отправляют в канализацию, увеличились в 5-6 раз. Это те отходы, которые не предназначены для утилизации в канализационную систему и провоцируют засоры. Люди работают у нас фактически в авральном режиме, убирая это из насосов, насосных станций уже. И это мы ловим все на решетках. Объем большой. Утилизируется это на специальные полигоны в Нижегородской области. Жителям производства обязательно надо обратить внимание на то, что не надо сбрасывать туда салфетки. Особенно то, что не растворяются тряпки. Все это застревает, все это мешает работе оборудования и в конечном итоге может привести к аварийной ситуации. Реконструкция очистных сооружений продолжается. Здесь будут газоочистительные установки, специальные закрытые куполы для сооружений. Полностью завершить работы планируют к концу этого года. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.